Всем привет! Сегодня мы поговорим о жидкости для иммерсионного охлаждения, подробно расскажем о ее свойствах и технических характеристиках. И самое главное, поговорим о ее безопасности при охлаждении вычислительного оборудования. Для начала хочу сказать, что для охлаждения оборудования могут использоваться как и воздушные системы охлаждения, так и иммерсионные. Принцип работы у этих систем одинаковый. Разница лишь в свойствах и способностях теплоносителей отводить тепло. Наши установки спроектированы на основе иммерсионного охлаждения, так как жидкость значительно превосходит по своим теплофизическим свойствам воздух. К тому же, такие установки более компактны, проще в обслуживании, и все это без проблем с шумом и пылью. В качестве теплоносителя можно использовать любую диэлектрическую жидкость, даже воду или подсолнечное масло. Однако в нашем случае нас интересуют не только диэлектрические свойства, но и такие важные параметры, как безопасность, низкий уровень токсичности и окисляемости, а также инертность жидкости. Наш теплоноситель Кулант изготовлен на основе минеральных масел, так как эти масла обладают хорошими теплофизическими свойствами, такими как высокая температура вспышки, инертность к оборудованию, вязкость, высокая теплоемкость и теплопроводность, а также отсутствие запаха. Все это позволяет использовать их в качестве основы для создания жидкости для охлаждения вычислительного оборудования. Как мы и говорили ранее, минеральные масла являются хорошей основой для иммерсионной жидкости, однако и они не лишены недостатков, например, таких как окисление. Для устранения этих негативных моментов при изготовлении иммерсионной жидкости добавляются присадки, которые улучшают эксплуатационные свойства теплоносителя. Ну и сейчас самое главное, что нам необходимо обсудить, это безопасность использования иммерсионной жидкости на основе минеральных масел в качестве теплоносителя. Стоит отметить, что температура воспламенения данной жидкости составляет порядка 300 градусов. И сейчас с помощью газовой горелки, температура горения газа, которая составляет 3000 градусов, мы эту жидкость попытаемся поджечь. Как видите, ничего не происходит. В сети вы могли видеть много подобных обзоров, где таким вот способом пытаются доказать негорючесть теплоносителя. Однако такие эксперименты не доказывают того, что жидкость не горит, так как происходит только локальное нагревание теплоносителя. Для того, чтобы произошло горение, весь объем теплоносителя должен прогреться до температуры воспламенения. Сейчас мы проведем еще один эксперимент, который вы, возможно, видели в сети. Мы попытаемся сымитировать короткое замыкание в жидкости. Для этого нам понадобится сварочный аппарат, иммерсионная жидкость и емкость для иммерсионного погружения. Итак, мы подготовили нашу емкость и сейчас будем заливать туда жидкость. Ну, сейчас включаем сварочный аппарат и будем проводить наш эксперимент. Субтитры создавал DimaTorzok Ну а сейчас поговорим о том, что вы увидели. Короткое замыкание в жидкости не приводит к ее горению, так как там попросту отсутствует кислород, необходимый для самого горения. То, что вы наблюдали, так называемая вспышка, объясняется локальным нагревом в жидкости до высокой температуры, образованием паров, которые выходят на поверхность, контактируют с кислородом и при наличии внешнего источника зажигания, в данном случае искры от сварочного аппарата, сгорают. Вероятность образования вспышки характеризуется таким параметром, как температура вспышки жидкости, которая в данном случае составляет около 230 градусов. Однако при таком процессе устойчивого горения образоваться не может. Таким образом, этот эксперимент также не доказывает неголючесть теплоносителя. Итак, подведем итоги. Иммерсионные жидкости на основе масел действительно горят, однако параметры, которые необходимы для их возгорания, в обычных эксплуатационных условиях недостижимы, так как оборудование, которое охлаждается в иммерсионной жидкости, имеет рабочие температуры значительно ниже тех, которые необходимы для возникновения реакции горения. Например, даже если рабочая температура чипа фасиков составит 120 градусов, то температура жидкости однозначно не достигнет критических значений, необходимых для ее воспламенения. Ну вот и все, что мы вам сегодня хотели рассказать. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!